Минобороны Минобороны В Пермском крае сегодня продолжается масштабная тренировка по гражданской обороне Население пришибленно моргает и соглашается с неизбежностью Третьей мировой Раз по телеку сказали, что будет, значит будет Надо, стало быть, готовиться Землянку рыть и дедов ППШ из огорода выкапывать Гречку запасать А грибы засаливать? Да гачо, хорохорится даже население Дойдем до Берлина еще раз И до Вашингтона дойдем Ну не поглотим, так пооткусываем Вона Киселева очень убедительно Про радиоактивный пепел заливает Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел Вообще эта ракета булава и есть инструмент превращения Соединенных Штатов Америки в радиоактивный пепел Так что, завтра война? Дорогие россияне, не ссыте Войны не будет Кремлевское руководство вовсе не собирается воевать ни с Европой, ни с США Чтобы оно вам там не транслировало устами телевизионных гипножаб И уж, конечно, ни США, ни Европа не собираются воевать с Россией Во-первых, потому что мировую войну невозможно выиграть Надежных средств противоракетной обороны нет и не появится в ближайшее время ни у кого А значит, любой ядерный конфликт приведет к планетарной катастрофе и к гибели всего человечества Это называется принципом гарантированного взаимного уничтожения И именно этот принцип не дал случиться ни одной мировой войне с того момента, как СССР получил атом Во-вторых, для мировой войны нет причин Сегодняшний мир не разделен идеологическими противоречиями Россия, несмотря на свой показушный имперский реваншизм Управляется не идеологами, а циничными дельцами и сугубыми прагматиками Которые ни на йоту не верят в то, что транслируют населению через голубые экраны В современном глобальном мире, связанном мириадами экономических транзакций Где независимы только государства вроде Бутана Россиянам нечего делить с Западом Любое сотрудничество принесет гораздо большую выгоду всем сторонам, чем любое завоевание Разрушение России, ее распад, бесконечные гражданские войны На ее лоскутном одеяле, бесконтрольное распространение ядерного оружия Его попадание в руки удельных княжеств Это кошмар и для Европы, и для США, и даже для Китая Поэтому, что бы они там ни знали про прошлое кремлевского руководства И как бы к нему ни относились, военных решений тут быть не может Запад даже не стремится к подчинению России Все, что им нужно – системность, предсказуемость И именно своей истерической непредсказуемостью нынешняя Россия раздражает Запад Но это не та непредсказуемость, которая может кончиться всеобщей войной Северная Корея уже много лет провоцирует Запад Разрабатывает ядерное оружие, баллистические ракеты Поддерживает террористов, печатает фальшивые доллары Промышленно производит и экспортирует амфетамины Угрожает Америке превентивными ядерными ударами И что? Весь этот ее бесконечный припадок на Западе встречают с врачебной мягкостью и осторожностью Понимают, что Пхеньян это делает не для США, а для своих граждан Понимают – это не одержимость, а эпилепсия Как и режим Ким Чен Ына, российский режим, в сущности преследует всего две важные цели Удержать население в покорности и не позволить никому вмешиваться во внутренние дела России Внутренние дела у Пхеньяна и Москвы тоже похожи Как половчей оболванивать и угнетать людей, чтобы остаться у власти вечно Только методы пока отличаются Пока Потому что лучше всего в Северной Корее показал себя метод бесконечной подготовки к войне с Америкой Учебные тревоги у них проводятся чуть ли не еженедельно Того и гляди прилетят американские бомбардировщики, чтобы удержать население в тонусе А если США вдруг о диктатуре забывает, та ей напоминает ревниво Эй, а как же мы? Или когда не урожай риса и нечего жрать Пхеньян так вот кокетливо просит гуманитарной помощи ООН Испытывает ядерное оружие и вопит, что за себя не отвечает А ведь у граждан России теперь тоже начинает урчать в животе Им тоже теперь придется бегать в бомбоубежище и рассчитывать свою норму хлеба на случай блокады И учиться напяливать противогаз с первого класса Война должна все время маячить на горизонте А россияне будут одновременно обреченно готовиться к ней И петь песни о мирном небе над головой И ценить каждый миг сегодняшней бескровной жизни Этот метод отлично показал себя в СССР Сработает и сегодня Люди-то те же И нынешним жителям Великой Необъятной Теперь тоже всегда будет нужен враг Украинцы побыли их врагами Турки побыли Но это все не то Ведь не Голиафам хочется побыть А Давидам А могучей и зубастой Америке Как же сладко снова бросить вызов? Нас с вами боится весь мир Ну если не с кем бороться, все начинает чахнуть, понимаете? Как хорошо-то, господи боже мой Как же просто ненавидеть ее Задорновым так точно описанную Как мы скучали по ней Ведь это из-за американских санкций Российский сыр – дерьмо Гречка дорожает и накопительную часть пенсии Который год замораживают Чтобы потратить на покрытие кредитов военной промышленности Это из-за них, Рокфеллеров, Украина от России ушла Они же, гады, и развалили Россиюшку вообще Так что благослови господи Америку За то, что она такой извечный, удобный, безотказный враг Для России и вообще для любых диктатур Россияне-то никогда ни в чем сами не виноваты Ясное дело И не будут ни в чем виноваты никогда Потому что на воображаемой войне Как на войне взаправдашней И кто не с нами, тот против нас Сомневающихся под полевой трибунал А всем остальным в ружье Мы должны базы новые создать Новый флот Чтобы все кипело, гудело, ремело И десантировать наших следователей Арестовать всех, кто там занимается, совершает преступления То есть, надо, так сказать Последняя моя фраза Ужель не могут наши командиры Чужие изорвать мундиры, а русские штыки Ну, мне кажется, что у россиян В отличие от Украины Более трезвый ум сейчас, вот на данный момент В оценке политической обстановки и в целом Ну, сами видите, живем более стабильно Войны нету Вот основной показатель Там очень запудрили мозги всем Зомбированные, можно сказать так Во-первых, разностью В России ума побольше Таких бы вещей не допустили бы Как на Украине А во-вторых, менталитет украинский Всегда отличался от российского менталитета Это чисто национальные черта, я так понимаю Мозги по-разному промыли Мы никому ничего не промывали Все пустили на саму А там промывали Куда им нужно Отличаются тем, что у нас, я думаю, эрудированность выше Вот этим отличаются Мы как-то проще смотрим на жизнь Они все пытаются осложнить У нас все правильно, у них как-то все неправильно происходит Они свято верят в то, что говорят В выдуманное Это совершенно разные люди, на мой взгляд Потому что я очень хорошо знаю украинцев Я знаю очень хорошо русских Вот, я могу сказать, что действительно Русские люди, они Ну, они привыкли все-таки к царю-батюшке Они привыкли больше Чтоб ими руководили, скажем так, да Что касается украинцев, да Они более сами по себе Они решают свои вопросы Сами, да И, ну, у них нет в менталитете того Чтобы вот тупо подчиняться Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok